Житель Шемкинта Дмитрий Гармаш уже пять лет стоит в очереди на жилье. Говорит, при подаче заявления он был 1203 в очереди, сейчас 863. Такими темпами, сетует мужчина, ждать своих квадратных метров ему придется еще порядка 10 лет. Иногда снимаю квартиру, иногда приходится снимать гостиницы, когда работы нет, очередь не продвигается, так как мои все одноклассники со школы уже получили квартиры. В очереди на жилье числятся почти 650 тысяч казахстанцев. В списке на получение жилья в Шемкенте зарегистрировано больше 50 тысяч человек. Почти 2000 детей-сироты, оставшихся без попечения родителей. Больше 10 тысяч многодетных родителей. 17 тысяч из социально уязвимых слоев населения. И почти 20 тысяч госслужащих, бюджетников и военных. Для постановки на очередь за очередником и членами его семьи не должно быть недвижимого имущества за последние пять лет. Для категории социально уязвимых есть ограничения по доходам. Зарплата не должна превышать 125 тысяч тенге. Однако некоторые правила нарушают. После тщательной проверки выяснилось, свыше 96 тысяч очередников за последние годы имели жилье. Есть в списках и люди без гражданства, прописанные в других регионах, либо вообще без прописки. А больше 15 тысяч человек уже нет в живых. В итоге почти треть из всего списка очередников удалят. За последние годы очередь растет в прогрессивном темпе. Так, к примеру, за 10 лет очередь возросла в 6 раз. Это говорит о увеличении иждивенческого настроя среди населения. Но экономисты говорят, казахстанцы не просто так годами ждут своей очереди на жилье. Большинство просто не могут позволить себе купить квартиру. В развитых капиталистических странах финансовые организации выдают ипотеку по низким ставкам от 2%. А из-за высокой базовой ставки в нашей стране процент по ипотеке получается просто грабительский от 20% и выше. За 15 лет, если возьмет минимальную стоимость 10 миллионов тенге, ему за 15 лет придется выплатить общий вместе с основным долгом 30 миллионов. То есть одна квартира, процентная ставка за 15 лет, еще две квартиры. Это, соответственно, кабальные условия и без государственного вмешательства это невозможно. Именно поэтому казахстанцам нужна государственная поддержка, ведь на рыночных условиях купить жилье практически невозможно. Накаляет ситуацию и повышенная рождаемость. Население страны растет. Строительство жилья для очередников за этими темпами не успевает, ведь меняются прайсы и настрой материалы.